итак всем большой привет сегодня вторая часть мы продолжаем рисовать паттерн я решила сделать еще один домик такой более деревенского стиля здесь будет он находиться небольшой дальше мы будем добавлять всяких зверей елочки веточки то есть дополнительную графику вот внизу достаточно много места поэтому я расположу вот примерно так вот еще один домик то что здесь идет дорожка ничего страшного на как бы совершенно не мешает поскольку мы будем и гуашь карандашиками рисовать домик этот будет немножечко в ракурсе да то есть развернутости этот прямо на нас смотрит это домик он будет развернут такие окошки красивая с наличниками вот треугольные крыши на нем здесь будет тоже снега много треугольная крыша и ты окна я примерно линию до расположения кошек намечу и разделю на три части чтобы все три окна влезли вот дальше там домик уходит туда в перспективу но здесь будут крупные достаточно деревья такие в снегу кусты на переднем плане то есть не особо будет видно да что происходит вот можно оставить место до для снеговичка будет у нас такой снеговик рядом с домиком здесь кустик снеговичок я сейчас немного подробнее постараюсь прорисовать детали ставлю на стоп и вы потом можете тоже поставить на стоп и перерисовать так начинаю заполнять акварелью немножечко наметила плоскую кисточку водичку он тоже будет такого на коричневый только из досок такие кирпичики у нас виднелись заполняю водичкой сверху на снег вот здесь я тоже снег лежит но потом можно еще белый гуашью пройтись поэтому если заехать краской сейчас возьму вот такой же пигмент красивый и добавлю сюда на снег уже не буду заходить немножечко такого потеплее цвета теперь закрашу аккуратно между окошками такой более кирпичный цвет здесь он с грануляцией очень сильно распадается и такие красивые эффекты получается вот наличники потом тоже гуашью подрисую поверх здесь у нас тоже снег будет под окнами поэтому такие вот линии напоминающие сугробы до сюда здесь только здесь надо тренировать немножко вышло почетче сделать вот и сзади две краски я смешаю уже немножечко потемнее хочется сделать закрашивают эту плоскость сверху будет снег и деревья на переднем плане я закрасила немножечко вот эту сторону потемнение да потом пока мокрый пигмент нужно особо мокрый из под крышей тоже хотела немножечко затянуть сюда мы там где уголки да тоже немножечко пройтись по углам и пройтись здесь вот так и отдельно вот эту полосочку сделаю угол вот сейчас потемнее под крыши тоже дальше окошки внутри такое освещение сделаем тоже как здесь желтый свет будет падать включен свет аккуратненько я возьму сейчас желтый с оранжевым и закрашу окна таким вот цветом красиво оранжевый так много воды сейчас еще желтый возьму так не забывайте добавляется в телеграм и вконтакте туда можно прислать свои рисунки вот или что-нибудь спросить например тоже нужно оранжевый окошки то же самое здесь рамы я хочу сделать светлыми голубенькими поэтому так аккуратно максимально старалась желтой а дальше мне нужно сейчас будет заполнить фон вокруг дома поэтому я нанесу воду и пигмент вокруг дом стены быть красивый цвет кисточку возьму снеговика надо обойти то есть мне нужно фон небо небольшой прям легонечко сделать сейчас подберу в какой-нибудь цвет такой может такой серо-синий буквально легонечко да такой тон впитается и будет едва заметим так и теперь я хочу слегка увести чтобы не было таких резких переходов то есть плавный максимально с помощью воды сделать переход вот пятна и можно еще не поближе к дому да прямо слегка затемнить именно по краям дома и возле снеговика даже можно здесь просто будут кусты они будут белые поэтому мне нужно сделать такой фон потемнее чтобы хорошо на этом фоне смотрелся белый цвет вот пятнышки добавила немного так теперь пока сохнет можно сделать окошки до нежным голубым цветом сейчас я пройдусь по окошкам закрашу их наличники пока просто хотя нет у меня тут не высох предмет поэтому мне придется в любом случае сейчас посушить все это феном далее аккуратно закрашиваю наличники это я посушила феном у меня был перерыв и значит продолжаем так потом мы белый куаши здесь снежок тоже добавим на окна аккуратно закрашивать тоненькой кисточкой я это делаю дальше продолжаем так и сюда и дальше так вот вот потом снеговика да можно сделать вот тень небольшую подчеркнуть вот формы да слегка то есть тоже не переборщить вот 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 и ну под ним да может тоже сделать такую тень дальше я начну делать деревья ветки мне нужно взять какой-нибудь коричневый цвет и аккуратно они не везде будут видны так мне записи то есть на стволах понятно что там будет снег но где-то вот немного виднеется вот такие вот коричневые виднеются ветки более тонкую графику здесь будут кусты в принципе огромное дерево с ветвями вот и дальше я его буду уже тут можно два ствола сделать еще один ствол такой двойной вот сейчас уже белый куаши да можно начинать делать графику вот эти вот всякие веточки а между ними мы потом заполнилили ему пигментом потемнее сейчас покажу что мы будем делать тоненькой кисточкой да здесь получается вот такие красивые ветки, они в севынии, в снегу. Ну понятно, что здесь не очень большой контраст, потому что нужно было, наверное, потемнее делать фон вот этот синий, чтобы белый лучше был виден. Ну вот пока так. Вот сюда, да, не заходят. Ну на коричневый, в принципе, хорошо это все виднеется, но они в основном, они вот так свисают вниз все. Их очень много, поэтому тем больше сделать, тем интереснее будет результат. Я продолжаю писать ветки, можно несколько слоев добавлять, да, поскольку они пропадают, немножко впитываются, не очень хорошо видны, поэтому возможно даже взять, может, лучше белый акрил, он только будет плотнее, ярче ложится. Вот по этой стороне я пройдусь белилами, как бы снег, да, можно добавить белил на крышу. Здесь вот этот карандаш, он тоже, по идее, не надо, чтобы был виден, его лучше закрыть гуашью. Здесь, здесь. Потом снежочек ложится, получается, на выступающие, да, части вот, тоже можно их подчеркнуть. Вот, возможно, я слишком сильно это сделаю. Потом на окошке, да, тоже там снежок будет. И я хотела еще потом попозже сделать наличники. Ну, в принципе, можно сейчас порисовать такую графику, можно взять гелевую ручку или карандаши, да, и здесь вот такие какие-нибудь красивые детальки, вентиля, сделать. Такой домик будет более сказочно смотреться. Так. Так. Вот сюда. Вот они вниз идут. Здесь вот наступает снег, крыша. Здесь можно такое окошко там показать. Снежок лежит. Ну и дальше продолжаем делать графику. Подчеркнуть, что лежит снег. На деревьях, на кустах все вот это вот белилами мы прорисовываем. Ну, по сути, я сейчас делаю ветки, поэтому, наверное, поставлю на стоп и сделаю здесь побольше веток. И где куст, все то же самое. Прохожу с белилами. Ой, это, конечно, перебор. Более тонкие не должны быть. Таких вот нет, должно быть. Здесь, там можно на дом добавить ледушкам еще один куст. Вот. Дальше я беру фигмент немножечко потемнее и внутри, да, можно тоже заполнять немного, чтобы белые ветки смотрелись ярче, да. То есть я вокруг веток делаю небольшой фон, можно это так назвать. Можно такими треугольничками, да, делать небольшими пятнышками. Вот тут между ветками, да, где-то глубина. Вот такая графика. Ну, тут как бы переборщить не надо с ней. То же самое с кустом, да, можно сделать. То есть, да, внутри него тоже глубину и подчеркнуть какие-то сложные ветки, возможно. Вот. Перед этим я гуашь посушила феном, потому что она бы могла потечь очень сильно. Сейчас я, наверное, опять посушу и уже буду дорабатывать простым карандашом и, возможно, акварельными карандашами. А, я вспомнила, я хотела, как и здесь, добавить небольшой желтый свет возле окошек. Сейчас. То есть такие пятнышки. У меня не очень чисто желтый получился. Еще мусор какой-то захватил по дороге. Вот здесь, здесь и вот здесь. Вот такие вот пятна на снегу, да, чтобы мягче их сделать. Вот. И теперь я посушу феном. Дальше буду дорабатывать, да. Ну, в принципе, может каждый по своему усмотрению. Я хочу добавить какие-то доски. Ой, кривую линию сделала. Аккуратненько. Эффект фактуры, да. Простым карандашом это делаю. А здесь, например, доски вот так уже лежали. В другом направлении. Вот здесь заехала ложь. И, например, здесь можно слегка тоже показать фактурку. Не везде. Вот. Немного детализировать графику. Например, можно на окошках наличники. Пописать, порисовать. Объемчик, да, возможно, где-то добавить. Ну, такие мелкие детали. Вот. Каждый может, в принципе, что-то свое, например, добавить. Вот. Этот угол я хочу сделать потемнее, к примеру. Ну, и, в принципе, акварельным карандашом коричневым вот эту вот часть мне тоже хочется сделать потемнее. Также добавить немного таких очень тонких-тонких веточек, да. Такую графику. Возможно, вот как здесь, да, какой-нибудь небольшой куст. Вот. Деревце, да, там. Вот сюда тоже такую тонкую графику. Здесь, по вот этим кустам, потому что я уже прохожусь. Нужно вот это немного подчеркнуть некоторые моменты. Здесь вот тоже почетче, например. Под крышей сделаем. Ну, блин, я бы сейчас нервы порчить. Тоже лучше вовремя остановиться. Здесь какие-нибудь гладкие. Рот довольные сделаем. И нос. Снеговика, ну, бровки такие. Вот. Наверное, на красный нос. Такой красный кружочек будет тут смотреться получше. Давайте вот такой вот. Красный нос все-таки сделаем. И какие-нибудь ветки, торчащие из головы. Пусть будут. Ну, такая покрупнее. Прическа. Снеговика. Сейчас я вот перчеркну. Руки. Ну, добавить можно каких-нибудь пятнышек, да. Также можно добавить по талии. Вот такие точечки небольшие. Графика. Надо еще голубой цвет возьму. А вот, у меня тут есть. Хочу добавить немножко. Тоже голубой графики. Ну, такого плана. Ну, тут не очень много, да. Пятнышек. В принципе, я, наверное, на этом закончу. Вот такой домик у нас атмосферный сегодня получился. На этом все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok